youtube привет всем привет вот по пожеланиям и по вопросам подписчиков моих возникла необходимость снять небольшое видео это видео как бы размышления на тему что можно делать что нельзя делать связано с тем что как бороться с подтянутым металлом часто встречаются такие повреждения на деталях где металл потянут мастера обладают большим опытом работы знаниями просто-напросто за такие вещи не берутся потому что получаются так называемые либо хлопуны либо еще какие-то дефекты которые не получается сделать вот так сказать небольшой примерчик разберем вот они две рамочки условно но представим что это рамочки как бы основа костяк любой детали кузовной ну будь то капота там двери или прочего я естественно внутри есть усилители вот мы их видим иногда в этих усилителях бывают еще внутри вложенные усилители то есть вдвое втрое не в этом вопрос то есть на этом каркасе или скелете если так можно выразиться вот построена деталь вот тоже рамочка которая будет использована в качестве усилителя и сейчас мы сделаем небольшой муляжик готов это обычный целлофановый пакет рамочка скотч наклеенный попытаюсь снять поподробнее не всегда это получается так как бы хотелось так вот у нас пример муляж как бы кузовной детали где-то сложенной вот она гуляет представим что допустим вот он у нас есть ударчик как мы видим в этом месте образовался такой как бы сареола вот он вокруг он четко виден как от вулкана жерла и вот мы видим проваленную область вот мы пытаемся его пробивать получили плавную плавную вмятину как видно представим что это металл он все равно пошел складками где-то больше где-то меньше с обратной стороны вот мы видим вмятину и как же с ней бороться условно мы берем либо крючком либо пробойником то есть вот вот она вмятина вот вмятину и отчетливо видно если ее перевернуть кверх ногами это уже представляет шишку то есть наша задача чтобы выровнять надо ее просто взять вот чем-то каким-то инструментом приспособой вот и что получается там где металл потянулся получается вот она шишка и вокруг нее получается вмятина если мы ее начинаем поднимать еще больше либо у нас получается шишечка вот извиняюсь конечно что не могу так снять хорошо красиво я думаю кто хочет разобраться в этом вопросе тут поймет вот и с обратной стороны что получается то есть если металл потянулся уже это тут хоть чего делаю либо это будет вмятина либо это будет шишка вот натягиваем как натягиваем металл вот получается шишка вот и в данном случае такие вмятины ремонту не подлежат даже если осталось целое лакокрасочное покрытие теперь берем опять же делаем продольную как бы царапину на поверхности тот же самый момент не везде и неравномерно металл растянутый получается рядом тоже складочки потому что все это как бы повторяется и на металле и на данном случае на целлофане какая разница что-то материал что это и вот наша задача привести это все в порядок я так тому что есть товарищи у нас в интернете которые все это говорят что все это делается на самом деле законы физики еще никто не отменял если металл потянутый уже его сделать вот таким как вот он был первоначально нет возможности можно только несколько взять его ну как бы под выровнять по возможности но все равно все равно это будет компромисс поэтому я сам как бы недавно начал этим заниматься и советую ребятам конечно пробовать надо но такие вещи не надо надеяться и не надо думать что вот какой-то мастер это все возьмет сделает и только лишь за счет того что у него там инструмент фирменный или что-то вот можно и греть и охлаждать и все но в данном случае чтобы вот такие вот моменты сделать как говорят в ноль это из области фантастики это все развод по-русски вот такие вещи можно сделать вот только кузовными моментами я имею ввиду классическая рихтовкой усадкой металла ужиганием металла то есть усаживаем чтобы он вот этот лишний металл лишняя площадь которая у нас образовалась вот мы видим металл вытянулся и в этом месте появилась лишняя площадь металла поэтому с ней бороться можно успешно и эффективно только применяя классическую рихтовку имеется в виду там ужигание устукивание и прочее по типу вот таких отбивных молотков и прочее сейчас я покажу схематично на рисуночке как это все происходит продолжаем вот она простая схемка работы значит что мы видим вот под номером один у нас прямая ровная линия но условно это металл номер два это наша вмятина номер три когда этот металл рихтуется ужигается он складывается вот так складочками 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 в итоге получается вот такая желательно оставить вот в этом месте очень плавную незначительную вмятину но металл в данном случае складывается как гармошечка вот и это гармошечка говорит о том что как бы подравнивается это делается различными способами либо молотками пробивается ужигается но в общем кто как я в это вдаваться не буду вопрос сейчас не об этом вопрос о том что такие вмятины даже при наличии неповрежденного лакокрасочного покрытия сделать невозможно поскольку опять же еще раз говорю законы физики никто не отменял и вот этот лишний металл который появился на площади его некуда деть либо вы его пробиваете получается вмятина у нас либо когда вы его пробиваете наверх получается бугор но в данном случае вот вот она вмятина как она выглядит примерно то же самое получается с металлом вот и очень часто еще возле идут вот такие вот складки с которыми тоже в них в различных местах есть напряжение где-то они слабые где-то наоборот они жесткие вот в этом так сказать и заключается искусство рихтовщика чтобы как можно четче правильнее вывести вот как на рисунке маленький такой очень плавную маленькую ямочку где вот эти складки укрываются вот потом это все наш поклевывается сверху вытирается вычищается но в речь не об этом так вот я отвечаю на вопросы своих подписчиков вот раз этот встал вопрос вот такие вмятины нет смысла заниматься делать их все равно не сделаешь но но стремиться к этому надо пробовать свои силы конечно же надо вот но не на клиентских машинах а на чем-то на таком что можно потренироваться бросить и как бы неудачный результат не будет поводом для огорчения вот если что-то кому-то неясно или непонятно пишите в комментах я постараюсь ответить вот коль встал такой вопрос я как и обещал сниму небольшое видео вот не все вмятины делаются и не все вмятины одинаково удачно делаются хотя стремиться к этому надо все всем спасибо за внимание удачи пока пока